Это новости на RTVI. В информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Встреча в Нью-Йорке. После почти годового перерыва президенты России и США могут побеседовать тет-а-тет. Газета Нью-Йорк Таймс со ссылкой на собственные источники в американском правительстве сообщает. Барак Обама передумал. Ранее хозяин Белого дома отказывался от переговоров с российским коллегой на фоне глубоких разногласий по украинскому вопросу. Однако сейчас, как говорят источники газеты, он пришел к выводу, что такая беседа может быть полезна для того, чтобы снова призвать Кремль к соблюдению режима прекращения огня в Украине и к необходимости дипломатических усилий по урегулированию в Сирии. Действия России в Сирии дестабилизирующие, контрпродуктивные, но все же без нее не обойтись. Вот квинтэссенция высказываний Вашингтона в адрес Москвы по ситуации на Ближнем Востоке. Белый дом после долгих размышлений решил обсудить с Кремлем пути выхода из сирийского тупика. Главы США и России обменяются мнениями на полях Генассамблеи ООН. В чем заключается план Владимира Путина, отчасти раскрыл министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия предлагает создать широкий антитеррористический фронт с участием сирийских правительственных войск, иракской армии и курдов. Москва настаивает на координации действий международной коалиции во главе США с Россией, Ираном и сирийской армией. При этом Путин хотел бы сохранить президентство в Арабской республике за Башаром Ассадом. Его отставка – ключевое требование Вашингтона. Брутальность режима поддерживаемого России способствовала росту экстремизма. Это противоречит цели, провозглашенной Москвой о более активных международных действиях против ИГИЛ. Военная поддержка режима Ассада Москвой может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта и привести к еще большим человеческим жертвам, увеличить приток беженцев, а также обострить риск столкновений с коалицией воюющей против ИГИЛ в Сирии. Важно также то, что мы говорим с русскими, чтобы избежать непонимания и деконфликтизировать действия наших сил. Если согласия не удастся достичь, российским ВВС будет отдан приказ о нанесении самостоятельных ударов по боевикам в Сирии. Об этом со ссылкой на источники в Кремле сообщает американское информагентство. Пресс-секретарь Владимира Путина назвал эти слухи спекуляцией. А эти спутниковые снимки, обнародованные Пентагоном – факт, доказывающий усиление российских военных позиций в Сирии. Москва направила два десятка истребителей на новый аэродром, находящийся неподалеку от родового гнезда Асада в Латакии, и разместила сотни военнослужащих на этой базе и в близлежащем порту. Военные эксперты не сомневаются, что гипотетическое вмешательство России в сирийский кризис в любом случае будет координироваться с главным союзником Дамаска – Тегераном и с правительством Асада. Россия прозондировала и дипломатическую почву. В понедельник на переговоры с Пузином в Москву прилетел израильский премьер-министр Бенямини Таньягу, а во вторник за ним последовал турецкий президент Раджеп Таип Ардуган. Готова согласиться на российское предложение и вооружающее сирийских повстанцев Саудовская Аравия, но с условием – Асада лишат власти. В Ариаде рассчитывают на то, что приход России в Сирию поможет обеспечить стабильность в регионе и увеличить шансы на разгром исламского государства. Теперь слово за Вашингтоном. Кстати, сегодня представитель российского МИДа Илья Рогачев заявил, что представители США блокируют предложение России о включении группировки исламского государства в санкционный список Совбеза ООН. Союзник Владимира Путина и Башараса до президента Ирана Хасан Рухани тоже примет участие в юбилейной 70-й сессии Генассамблеи ООН. Перед тем, как отправиться в Нью-Йорк, политический лидер Ирсламской республики обозначил позицию Тегерана по некоторым вопросам. Рухани в частности заявил, что его правительство выступает за конструктивное взаимодействие с другими государствами, добавив при этом, что сегодня иранофобия повержена. Коснулся президента вопроса противодействия экстремизму, подчеркнув, теперь мир знает, что Иран находится в авангарде борьбы с терроризмом. Накануне, выступая на ежегодном военном параде в Тегеране по случаю годовщины Ирана и Иракской войны, Рухани объявил, что армия Ирана представляет собой самую надежную силу в борьбе с ближневосточными исламистами и готова оказать помощь Ираку и Сирии. В Саудовской Аравии растет число жертв давки во время хаджа. Сегодня кульминация праздника Курбан-Байрам или Идалятха. В этот день правоверные мусульмане отправляются в предместе Мекки-Мину, где забрасывают камнями большой стоп, символизирующий сатану. Во время паломничества произошло столкновение двух людских потоков, направлявшихся из палаточного лагеря к месту общей молитвы. Жертвами давки, по некоторым данным, стали более 700 человек, а свыше 800 пилигримов получили травмы. Среди них граждане разных стран. К месту трагедии были стянуты 4000 спасателей. В Саудовской Аравии практически каждый год происходят давки во время хаджа. В 90-м в одном из пешеходных тоннелей Мекки, где пилигримы пытались укрыться от жары. Только по официальным данным, погибли почти полторы тысячи человек. Гибель сотен людей в Мекке – это одновременно и трагедия, и большой подарок от Всевышнего. Такое заявление сделал Рамзан Кадыров. Глава Чеченской Республики, комментируя произошедшее в Саудовской Аравии, заявил, что каждый мусульманин, который совершает хадж, мечтает умереть в Мекке, поскольку Аллах прощает им все грехи. По словам Кадырова, смерть в священном месте – радость для верующих. Цитирую главу Чечни «Они очень счастливые люди, мы им завидуем». Конец цитаты. Курбан-Байрам сегодня с особым размахом отмечали в Москве, где накануне состоялось торжественное открытие обновленной соборной мечети. После длившихся 10 лет реабилитационных работ она стала крупнейшим мусульманским храмом в Европе. Праздничный намаз собрал в новой шестиэтажной мечети и на прилегающей территории более 89 тысяч верующих. В целом, по данным ГУВД Москвы, в праздновании Курбан-Байрама в российской столице приняли участие около 140 тысяч мусульман. Это очень большой подарок для нас, для мусульман России. Мы гордимся нашей страной, что я. И мы гордимся, что мы граждане России и живем в такой великой стране. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.